так ну что вроде наконец-то удалось удалось подключиться так надо сделать безвычный режим чтобы не мешать никому так то лучше добрый вечер здравствуйте 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 друзья я прошу прощения что немножко задержался по техническим причинам на 10 минут вот но я здесь я с вами и я готов общаться получилось так что семинар который проходил у нас в субботу задержался и окончится он должен был 6 часов но в итоге вышел я оттуда восемь практически понятно что надо было еще собраться какие-то вещи добрый вечер и двичина было собрать забрать с собой и так далее но все равно вручение сертификатов ответы на опросы и так далее закончили позже и многие люди у них уже были билеты на поезда на самолеты людям надо было уезжать срочно поэтому не удалось ответить всем на вопросы я сегодня решил это исправить потому что у людей у многих остались вопросы без ответа что неправильно давайте это исправлять давайте соответственно здравствуйте 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 лучший гепатопротектор для печени но все будет зависеть от того насколько сильная степень поражения каждому состоянию соответствует что-то свое если серьезно до зашло если далеко зашла ситуация то конечно это гептералт причем ни в коем случае не струйно а именно капельным путем введения канал на ютубе да есть принципе даже 21 с фитнес рецептами когда-то давно несколько лет назад я занимался снимал кулинарные такие моменты а другой канал но и тот и другой я давно забросил ничего нового там не выкладывал поэтому актуальной информации там нет может быть конечно начну когда-нибудь снова но добрый добрый вечер здравствуйте добрый вечер спасибо за лекцию спасибо что пришли здравствуйте здравствуйте леонид так давайте какими бадами и препаратами боролись диабетом во первых у меня не было диабета а была инсулинорезистентность во вторых я уже говорил о том что конкретные названия медикаментов я не имею права сообщать это не правомерно но это это имеет право делать сотрудник медицинского учреждения когда вы находитесь у него на приеме на бланке рецепта все остальное это противозаконно даже поэтому конкретные добавки я вам назвать не могу я могу сказать что безусловно как часть терапии идут пероральные противоснижающие сахар снижающие препараты псс п такой класс препаратов туда много что входит на самом деле но надо подбирать для себя это раз да во вторых это какие-то бады которые тоже имеют свойство снижать уровень сахара крови третьих это диета не столь важно чтобы было очень низкое количество углеводов сколько важно чтобы был максимально низкий гликемический индекс вот и четвертое это безусловно физическая активность особенно кардио потому что именно кардио тренировки аэробная нагрузка максимально выражена действует на уровень сахара крови снижает этот уровень поэтому если у кого-то из ваших знакомых или у вас диабет второго типа или преддиабет или инсулина резистентность то аэробные нагрузки для вас будут очень очень в тему так здравствуйте здравствуйте амилопектин на наборе да нет я за то что да хорошая штука потому что не грузит желудочно-кишечный тракт его как правило можно пить даже на тренировке при этом не испытывать сильного дискомфорта вам будет достаточно спокойно приятно его пить ну кому-то приятно кому-то не очень я с удовольствием пил честно у меня был период когда я использовал это как кисель я еще делал его горячим напоминает кисель сладенький такой я мешал бца амилопектин суть в чем вы благодаря этому приему пищи такому во время тренировки вы разгружаете свой желудочно-кишечный тракт на время вне тренировки вы выигрываете себе время это очень полезно для ситуации когда у вас в принципе большой колораж который с трудом помещается в ваш желудок когда вы не горите желанием съедать кастрюлю риса или гречки или макароны и еще чего-нибудь ежедневно то часть этих углеводов вы можете получать в жидкой форме в виде разведенного амилопектина и это очень практично безусловно это очень актуально когда идет либо форсированный набор либо в принципе человек уже очень большой массивный и ему нужно действительно много углеводов и получать все из обычной пищи затруднительно спасибо вам за ваши знания за то что делитесь с ними вам спасибо что читаете а тренировка когда утром чего тренировка когда утром так а дальше непонятно все оборвалось как правильно тренировать ставшие асимметричные мышцы для восстановления их симметрии ну вот смотрите единственное что можно восстановить с точки зрения симметрии это силу мышц разносторонних и объем соответственно форму крепления какие-то другие дефекты скажем которые задаются прежде всего на генетическом уровне при рождении изменить невозможно так вот чтобы менять объем и силу в принципе одно и то же один одна и та же методика подходит это выполнение асимметричных упражнений то есть одноруких одноногих неважно выполнение таким образом сначала до отказа делаете слабой стороной допустим у вас правая рука слабее чем левая значит правой вы сначала делаете упражнение какое-то до отказа затем левой повторяете столько же и у вас будет запас несколько повторений потому что рука то сильнее но вы остановитесь не выложитесь да получается и таким образом получится со временем выровнять их по силе вот добрый вечер спасибо грамотный подход информацию спасибо большое стараюсь очень быстро пропадает тот аппетит который сохраняется на диете этому есть объясню обычно на самом деле обратная реакция человек съедает сладкого двойная реакция инсулиновая происходит во-первых из-за ощущения сладкого вкуса рецепторами во-вторых из-за попадания большого количества углеводов в желудочно-кишечный тракт у которых еще и гликемический индекс высокий да и большой мощный выброс инсулина опосредованно повышает чувство голода если данные ситуации наоборот происходит то сложно сложно сказать почему возможно дело психология какое-то психологическое восприятие заранее заложено негативное надо мне подушечку под поясницу положить чтобы спина не вставала возможно так возможно и не так даже предположить 7 утра например не успеваешь позавтракать что можно бца а толку от бца просто сахар поднять ну в данном случае это вообще это не завтрак это не полноценная еда вам если вы хотите белок вам нужно 20 аминокислот а вы дадите организму только 3 какой в этом смысл никакого безусловно поэтому если не успеваете позавтракать можете либо выпить протеин либо как вариант заготовить ну что-то допустим гречу залить кипятком с вечера или холодной водой и она будет уже готова вам останется только ее хоп-хоп-хоп закинуть в себя если даже на это нет времени можно ее закинуть в контейнер и взять с собой съесть по пути на работу в машине не знаю в метро в автобусе забить на всех вокруг достать и съесть либо поесть уже на работе в конце концов если вы пропустите ну покушаете не сразу после сна через час допустим ничего страшного не случится из-за этого влияет весловые тренировки на овуляцию планирование беременности уровня стадиола безусловно в организме все públic не так важно не так важно влияние на эндокринную систему как важно влияние на центральную нервную систему силовые тренировки нагружают центральную нервную систему если это объемные интенсивные до тяжелой тренировки, то влияние на нервную систему максимизируется. Электропроводкой в здании нервная система управляет всем организмом, в том числе эндокринной системой, в том числе всеми органами жизненного обеспечения. Так что, если нервная система будет не в порядке, если она будет перегружена, если организм из-за этого будет чувствовать опасность для своей жизни и здоровья, скажем так, я не устаю повторять, что организм всегда в первую очередь стремится выжить, то организм может начать за счет регуляции вегетативной нервной системы регулировать работу желез внутренних секреций, в том числе эндокринных желез, в том числе таких органов, как гипоталамус, гипофиз, яичник и матка, вся вот эта цепь, про которую я недавно в видео рассказывал. И может случиться такая ситуация, что у вас будет в ответ на вот этот нервный перегруз снижаться уровень эстрогенов, да, речь идет о эстрадиоле, эстронии, эстреоле. Может быть такое, что на фоне стрессового воздействия возникнет гиперпролоктинемия, тоже такое бывает. Может быть такое, что... ...свою ситуацию совершенно легко создать слабыми тренировками. Поэтому ответ на наш вопрос – да. Добрый вечер, как вы становитесь микробиомом после отравления? Спасибо. Бифидолактобактериями, как правило, всегда в этом случае... Ну, во-первых, назначаются антибактериальные препараты, обычно гастроэнтерологам, которые призваны устранить причину, да, патогенную микрофлору, если она есть, или какой-то другой источник. Ну, чтобы там ни было... Да, эфир я сохраню, хорошо. Чтобы там ни было, это надо устранить, причину, возбудитель, да, из-за чего произошло отравление. И, соответственно, так или иначе, вы произвели вмешательство в микрофлору кишечника, и вам необходимо ее восстановить. И здесь помощь идет в пребиотике, пробиотике. Вот, собственно, тоже обычно... Например, если назначают врач антибиотики какие-то для лечения, допустим, вирусной инфекции, инфекционного заболевания, да, неважно, это начиная от какой-нибудь гарднереллы или уриплазмы, заканчивая коклюшем, гриппом и так далее. Назначаются антибиотики параллельно, если врач думает наперед, да, в перспективы смотрит, он вам должен назначить с антибиотиками вместе какие-то бактерии для того, чтобы поддержать вашу микрофлору, на которой оказывается нагрузка. Вот, и все будет окей. Ну, главное подобрать для себя тот препарат. Обычно на разных людях разные лучше работают, надо разные пробовать и подбирать для себя. Это многих касается моментов, да, и вот с бактериями так же. По моему опыту я могу сказать, что одни люди на одни лучше реагируют, другие на другие. Пробуйте разные варианты. Но перебарщивать с ними тоже нельзя, когда очень много бактерий, когда избыточное количество поступает, даже полезных, да, полезных бактерий в организм, то это тоже вызывает проблемы. Похудел на лицо? Спасибо. Я в целом похудел. Я уже 6 килограмм скинул с момента отказа от силовых тренировок и не собираюсь на этом останавливаться. Я уже вешу 84. Рост у меня 169, да, кто не знал. Рост у меня небольшой. По грамм, которые были когда-то, да, на пике мощности массы, то ходить с весом 90 при росте 169, ну, все равно достаточно ощущается, ощущается нагрузка. И сердце ощущает, и суставы ощущают, и мышечный аппарат. Ну, безусловно, это лишний вес для организма. Любые лишние килограммы, сверх, ну, знаете, да, таблица расчета индекс массы тела, там ожирение определяется, но мышечная масса это тоже касается. Более того, мышечная масса требует больше питательных веществ, кислорода, кровотока, больше ресурсов, субстрата для своего поддержания. Поэтому организму еще сложнее носить на себе лишние мышцы, чем лишний жир. И я сейчас стал заинтересован в других вещах. Может быть, мне удалось, если не полностью, то хотя бы частичные комплексы, которые заставили меня начать в свое время тренироваться и эту мышечную массу строить. Потому что сейчас я уменьшаюсь, у меня уже эта рубашка, она на мне в обтяг была, сейчас она уже не в обтяг, а скоро будет велика. И меня это не пугает, самое классное, да, я по этому поводу не беспокоюсь, не нервничаю. Вот. И, собственно, я думаю, что меня это дальше только увлечет, потому что сейчас функциональность увеличивается, легкость движения... Мне это нравится, особенно учитывая, что я и на доске катаюсь, и в следующем году планирую на серфе повышать свои навыки и так далее, и так далее. Ну, от мышц я устал. Я знаю, что меня большинство не понимает, я знаю, что большинство думает, что я какую-то хрень вытворю, потому что многие из вас годами за всех сил стараются что-то нарастить, и у них не получается, они думают, как так. Я тут, видите ли, бросил и избавляюсь, и это кажется просто возмутительно, какого хрена он делает. Это что этот ниггер себе позволяет? Но, правда, ребят, я уже так давно этим занимаюсь и так долго ходил большим, что, видимо, наелся и готов стать маленьким. Вот так. Так. Сколько отдыхать между подходами для набора мышц? Нет такой цифры. Скажем так, от 40 секунд до 10 минут. Да, вот такой разброс. А все остальное будет зависеть от конкретных ситуаций и конкретных мышц вашего уровня подготовки и прочих факторов. Паша, повышены мужские гормоны, аминария длительная, гирсуэтизм в данном случае, как помогут как-то исправить ситуацию? Ну, у вас гиперандрогене, соответственно, да, скорее всего, повышен дигидротестерон, да, либо дигидротестерон, либо андростензион или дигидроэпиандростеронсульфат, что-то из этих трех, либо два из трех. И кок, да, как бы они помогут, они используются для этого постоянно в медицине, они способствуют снижению андрогенов и повышению уровня эстрогенов, в том числе, собственно, большинство коков в своем составе так или иначе содержит два компонента. Эстрогеновый компонент, гестогенный компонент, да, прогестиновый компонент. В общем, эстрогеновый компонент, он, как правило, бывает либо синтетический, либо натуральный. Это может быть этинилоэстрадиол, вы посмотрите, там, таблетки какие-нибудь, не знаю, там, Ерина, Джесс Плюс, там, еще что-то. Как правило, два варианта. Либо этинилоэстрадиол, синтетический вариант, либо эстрадиолавалерат, например, натуральный вариант. Не важно. Сама суть в том, что, да, повышается количество женских плохих гормонов, активных биологических кровей, и это дает какой-то должный эффект. Другое дело, что этот эффект длится ровно столько, сколько вы принимаете коки. То есть, как только вы коки отмените, ну, это, я называю это чаще всего. Это не всех ситуаций касается, сразу скажу, да, это не про все ситуации, но в большинстве случаев коки – это не лечение, по моему личному мнению, а костыль. Вот костыль, да, как антидепрессанты, которые не решают проблему, из-за которой вы в депрессии, а смягчают ваше состояние. Как, я не знаю, еще там что-то, стельки, вы носите стельки. Свод стопы встает в более правильное положение, у вас из-за этого могут там пропасть болезненные ощущения при ходьбе, в коленях или в тех же стопах. Но проблема-то никуда не денется, да, и вы будете лишь ее маскировать. Так же и здесь. Как относитесь к миофасциальному релизу? Я не понимаю вопросов, которые называются, как, начинаются с фразы «как относитесь?». Александр. Просто...